Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Мультфинанс. И сегодня, я даже не знаю, кто у кого в гостях, потому что мы находимся в Москве, но Илья находится в том хостеле, в котором я живу, поэтому мы друг у друга в гостях. И сегодня мы собрались для того, чтобы попытать Илью, и чтобы он нам рассказал про свой прекрасный опыт страхования, который он получил в Нью-Йорке, точнее не в Нью-Йорке, а постоянно, почему-то Америку называю Нью-Йоркой, в Америке. Илья сейчас является президентом, или ты генеральный директор компании Госполис? Как угодно. Как угодно. Ну, в общем, самым главным он является в компании Госполис. У него есть там скрытые акционеры, про которые, не знаю, удавился нам поговорить, тоже поговорим. Ну, в общем, Илья, расскажи, пожалуйста, вот самое интересное, да, потому что сейчас в России немножко рынок изменился, тарифы на ОСАГО поменялись, экономика немножко поменялась, и все страховщики, люди, которые работают в страховых компаниях, они начали запугивать агентом, ой-ой-ой, у вас последний год остался, вы больше потом будете не нужны, раньше, да, у вас было много, а сейчас у вас будет мало и так далее, и так далее. Начинает такой страх запускать. Но, тем не менее, почему-то агенты все живут, продолжают существовать, и самое, что интересно, в тех странах, таких как Америка, Европа, агентов очень много, да, то есть они есть. Расскажи вот про свой опыт, как ты первый раз столкнулся, как ты застраховал свой автомобиль, еще немножко, друзья, маленький экскурс, Илья прожил несколько лет в Америке, то есть у тебя настоящий, практический опыт страхования именно в Америке, да, и свой автомобиль у тебя был? Да, конечно. Все, собственно, интервью можем заканчивать, потому что я все рассказал, шучу, ну давай, расскажи. Да, мне, я почему занимаюсь автострахованием, и страхованием мне очень понравился этот опыт, который я получил в Америке. Но ты там именно работал, или ты как физическое лицо страховался? Как физическое лицо. То есть ты как клиент, да, со стороны клиента ты видел этот опыт? Да, до этого у меня машин не было в России, и для меня это был не то, что первый опыт. Единственный? Да, самый первый опыт, который я получил. Хорошо, как этот процесс происходил? То есть ты купил машину, она уже была застрахована, либо ты купил машину, и надо было поехать куда-то застраховать. Как вообще, ну, потому что, ну, очень интересно выстраивать параллель именно с Россией, как у нас, и, соответственно, как в Америке. Как и в России, приходит человек, собственник или страхователь, и он пытается страховать свою машину от различных случаев, от пробежа, от повреждений, вот, там, как и здесь есть и КАСКО, и ОСАГО. Вот, я первый раз страховал КАСКО. А ОСАГО у них обязательно государство тоже заставляет страховать, да? Да, это обязательно страхование. Ты машину в кредит покупал, или ты за наличие не брал? За наличие. Ну, то есть, там, ты не знаешь, обязует банк, не обязует покупать, как у нас страховка. То есть, у нас есть и кредитный автомобиль, то я обязан купить КАСКО, да? То есть, КАСКО становится таким, как бы, обязательным продуктом в этой ситуации. Я даже думаю, что это оттуда все и пошло. Потому что там этот рынок очень хорошо развит, и я вижу, как тут все развивается, я думаю, что у нас только все впереди. Там страхуют... А сколько лет ты машину там страховал? Были у тебя страховые случаи? То есть, попадал ли ты в аварию, там, и был ли успешный опыт размещения? Однажды во Флориде произошел со мной очень интересный случай. У меня была машина Toyota Silica. Как-то мы отдыхали с ребятами в баре, и я припаковал машину немножко неудачно. Газони, как и в Москве все делают. И когда я пришел к своей машине, увидел вот такую большую вмятину. И никого поблизости не было. То есть, это что, пробегал вместе злой американец, увидел, что русские припарковали свою машину, они там, и сказал, понаехали, и ударил, да? Я так думаю, что это пьяный американец. Пьяный американец, которому было все равно, да? Да, поэтому его и не было. Но вместо американцев была небольшая записочка с номером телефона и с именем. Я позвонил по этому номеру телефона, и мне человек сказал, что такая-то ситуация подошла. Я врезался в твою машину и уехал. Но он был пьяный за рулем, что ли? Я не знаю, но, скорее всего, да. Поэтому он уехал, да? И я позвонил ему, потом позвонил в его страховую компанию. То есть, подожди, получается, что он уехал с места ДТП? Да, это называется «hit and run». «Hit and run»? Да, за это там сажают удар. «Hit» это что? Если ты уехал, большие проблемы у тебя, ты сразу виновен в ДТП, если ты уехал с места ДТП, да. И там он, получается, знал, что он нарушен, да? Да, он, наверное, был еще и пьян. Потому что так бы смысла не было уже. Подъехали полицейские, девушка была полиции, офицер. И, опросив меня, она выписала мне протокол, с которым я обратился в страховую компанию. Подожди, ты позвонил на этого парня, он тебе что сказал, спаси меня, никому не звони, скажи, случайно произошло, или что он тебе сказал? Он сказал, что он ударил случайно в мой автомобиль и уехал из-за того, что слишком долго меня ждал, а ему нужно было срочно куда-то ехать. Поэтому он оставил записку, и я по этому номеру телефона позвонил, и он мне все объяснил, чтобы я не поддавал на него суть. Типа, брат, братишка, не обессудь, то есть, а что ты должен был сказать, то есть, полиция приехала видеть, что это авария, да, и ты говоришь, ну, мне тут оставили записку, и ты вообще не сказал, типа, не знаю, кто сделал, да? Да. То есть, ты, зачем, то есть, как бы прикрыл того американца, сказал, что не знаю, что сделал, да? Ну, на самом деле, я не знал вообще, что происходит, потому что это мой был первый страховой случай, и что делать в другой стране? У тебя не было консультанта? Да, я тоже вышел немножко из бара, как там все происходит. Позвонил в страховую компанию, и где-то в течение двух дней мне прислали чек на мой адрес с суммой, которую я очень обрадовался. Она составляла 5 тысяч долларов. Стоимость моего автомобиля была где-то 4 с половиной. То есть, ты вообще оказался в плюсе? То есть, у тебя маленькое повреждение, купил вообще всю стоимость автомобиля? Да, более того, мне на 12 дней предложили в аренду дать какой-то определенный автомобиль, чтобы я передвигался. А что это за страховая компания вообще? Если честно, не помню. Гайка, по-моему. Гайка? Да, гайка. То есть, ты даже не запомнил своего спонсора, так сказать. После этого ты купил другую машину? Мне предоставили переводчика. Переводчик объяснил все, что я могу забрать машину на 12 дней или получить деньги. За место эти 12 дней? Да, я решил получить деньги. То есть, я правильно понимаю, что вот эти 12 дней они входили в страховку? То есть, там в условиях написано, что ты, если попадаешь в аварию, страховая компания обездаётся на минимум 12 дней. Почему 12 дней? Откуда эта цифра? Ну, вообще... Время ремонта, что это? Ну, они тебе деньги заплатили. Я ездил в специальное место. Мне оценили машину. Как это оценили? Я пришёл в обычный... Ну, к ребятам, которые чинят автомобиль. Любые? То есть, по улице шёл, любых встретил? Подъехал к самым лучшим. К самым дорогим. Которые оценили, что мне нужно поменять и бампер, и покрасить всю машину. Вот, поэтому и чек такой был большой. Вот, мне звонили, чтобы это проверить. Но я позвонил и сказал, что слишком много времени я потратил на вас. Так что давайте плачем. То есть, у тебя получилось в том, что не потому, что ты царапины так заплатили и такие хорошие страховые компании. Просто тебе так оценили, получается, да? Да. Оценили. На четыре с половиной тысячи долларов. Угу. Заплатили и пятьсот, потому что... Страховая компания позвонила и сказала, что мы не согласны. Угу. Мы заплатим тебе четыре триста. Вот так. Четыре триста. И плюс девенадцать дней, там, где-то по двадцать пять долларов за день. В общем, около пяти тысяч долларов. На момент, когда я приехал с Флоридой в Теннессе, чек меня уже ожидал. Буквально два дня. Без всяких налогов, без ничего. Страховая выплачивается чисто. И ты пришел в наличие у всех. Налоги платят в Америке все. Нет, я понимаю, имеется в виду, с этой суммы ты налоги заплатил со страховки или не платил? Потому что в России не надо платить. Обязательно. Там именно в Чехии было написано, сколько налогов я... С этой страховки тебе заплатил? Ну понятно. А сколько ты не помнишь? Если честно. То есть, на руки ты не помнишь, что ты получил? Или, по-моему, даже не платила. Наверное, с страховой не должны. Вообще, там не должен быть налог. Ну ладно. В общем, то есть, у тебя такой успешный кейс. Дальше, вот знаешь, какой момент? Ты же жил в Америке на основании студента или у тебя была грин карта. Какое у тебя было основание жить в Америке? То есть, имеется в виду, вот ты пришел в страховку. Вот я, например, завтра приезжаю в Америку. У меня виза на три месяца туристическая. Я могу пойти купить себе автомобиль и тут же его застраховать. У них будет никаких проблем. Либо здесь есть вопросы. Ты страховал не на себя. Кто-то из американцев за тебя страховал. Нет, вообще, я приехал в Америку легально. И это была студенческая программа. Подожди, ты же в прошлый раз говорил, что ты через мексиканскую границу, через подкопы пролезал. Сейчас уже ты говоришь, что легально? А-а-а, ладно, я пошутил, я пошутил. Ладно, легально. В общем, ты приезжаешь легально в Америку. Неудачная шутка, да? Ну, ладно. Это была бочка с рыбой. Ты аж задумался, да? На контейнер. Ты вспомнил, то у тебя флеш сразу, как ты переходил границу. Интересно, да. Ну, хорошо. Но ты легально живешь. По какой визе? Это была студенческая виза и с правом на работу. У меня был создан секьюрити номер, как слилось в нашей стране. И вот в это время, когда у меня была виза, я мог пойти и получить водительское удостоверение. А ты в России не имел водительское удостоверение? Это был американский, ты там и получил. Я получал в Чикаго. Там не нужно учиться на права. Пришел, сдал на русском экзамене? Нет. На английском? Просто мне говорили, что там на русском экзамене. 20 вопросов. Я быстренько их сдал, но завалил в вождение. А вождение там тоже было? Ну, очень было. Я просто по-английски не разговаривал тогда. Не понимал, что они меня там хотят. И первый мой опыт, как в России, немножко накосячил. Ну и хорошо. И потом на следующий день можно пересдать или через месяц? На следующий день я пересдал и получил свои первые водительские права, на которых я улыбался. Сюда приехал, ты потом поменял здесь? Да. Очень просто было поменять в России. Просто сдать тест, который я тоже заводил для этого. То есть, всегда можно... Сейчас в России собираются вести 6-месячное обучение. Можно один раз просто приехать в Америку, получить там права, приехать сюда и поменять, да? Без проблем. Да. То есть, можно сделать такой перевод. Ход коню можно сделать. Ну, отлично. Еще какой-нибудь интересный у тебя опыт был в страховании, в плане того, что, я не знаю, какие-то еще другие виды. Недвижимость, может быть, страхование жизни. Что-нибудь ты в Америке страховал? Или, может быть, какой-то вид такой страхования, который сейчас есть? По каскам мы страховали машину также. Каска – это full coverage называется. Это полная страховка. Сага – это только по терпевшей стороне, каска – это только тебе. А там, соответственно, есть full coverage, да? Да, почему-то я не понял. Я, на самом деле, когда занялся страхованием в России, я думал, что и тут также. Если у тебя каска, то при страховом случае она замещает и тебе, и потерпевшему. Ну да, здесь у нас такого нет. А тут можно еще заработать и на осаду. Самое интересное, что многие клиенты так продолжают думать. Они думают, что каска их от всех бед защищает, и ОСАГО тоже от всех бед защищает. Поэтому, собственно, расскажи немножко про себя. Да, потому что каждый бизнесмен, он когда-то принимал это решение начать свой собственный бизнес. И для меня, например, я три года прожил в Таиланде. За границей я прожил. Это тоже было решением, да, приехать. Но я знаю, что в Нью-Йорк или с другой страной принять решение уехать гораздо сложнее. Вот как у тебя принималось? Легко это решение? Ты принял его быстро? Кто-то на тебя повлиял? Как это было? Я с радостью принял это решение. Я об этом мечтал, чтобы уехать куда-нибудь, посмотреть мир. И первая страна, куда я уехал, это была Америка. Эти физические годы. Мечтали там рэп, негры всякие. Ну, то есть, как было? То есть, ты сидишь дома, звонок, дверь, приходит посол Америки и говорит, Илья, мы всегда мечтали, чтобы вы приехали в нашу страну, покупали у нас страховки, покупали машины, жили. Поехали. Ты принял предложение и уехал? Да, практически. Так и было, да. Да, но первый раз мне отказали. Первый раз отказали. То есть, он пришел, ты вроде все поверил ему, а потом он сказал, извини, отказано. То есть, такой прикол. И еще. А он, наверное, хотел на этом заработать, на визе, там, пошли нужно за 35 долларов. 35 долларов. В общем, как у тебя неосознанно это произошло, ты попал в Америку? Потом я приехал обратно в Россию и немножко меня обрадовало. Как меня встретили, это был мороз, март, с хлебом, с солью, на балалайках играли, как там тебя встречали? Встречали ты в Москву приехал? Да, в Москву. Угу. Это было очень интересно. Потом я решил в 2011 год. Ага. Потом я понял, что я хочу уехать куда-нибудь еще попутешествовать. Угу. Потом поездил по Европе и все же вернулся в Россию. Ничего себе, ты так родину любишь, да? Потому что это наша страна. Наша страна. Да. Мы тут легально находимся, нам не нужно делать визу. Нужно, ты там был гастарбайтером, а здесь ты… Я работаю на себя. Хорошо. Ну давай, раз, конечно, это все мы шутим, расскажи про то, как ты запустил компанию Госполис, почему ты решил именно страхование, почему сейчас? Потому что у тебя был, после первого приезда в 2011 год, да? Запуск у тебя в 2015 году? Да. Нет, с 2014 года я начал заниматься в сфере страхования, а с 2015 года уже после как раз-таки твоих обучений я начал продвигать себя дальше. Я стал уверенней. Уверенней. Хорошо. Но вот случайно это решение было, либо все-таки осознанно как получилось? Ну я начал продавать техосмотры. Немножко нелегально я думаю. Нелегально? Ну в тот момент, мне кажется, это было легально. Ну и в общем ты перешел к нормальному классическому страхованию и сейчас ты какими видами занимаешься? ОСАГО, КАСКО? Жизнь ты продаешь? ОСАГО, КАСКО, медицинская страховка. Это страхование недвижимости. Вот недавно застраховали ангары. Надеюсь, все в порядке будет. Напрочь. Ангары застраховали. Я знаю просто, что у тебя опыт очень большой построения агентской сети. То есть у тебя много разных агентов. А в дальнейшем ты планируешь развивать свой собственный бренд, свои прямые продажи, либо ты хочешь агентскую сеть дальше развивать. Я об этом думал уже, как ты хочешь развивать. И вообще, вот американский опыт ты знаешь? Ну ты же у агентов там покупал или где ты страховка? Да, у агента приходил человек. У него был такой небольшой офис. Меня спросили, какое страхование, какое страхование. Выписали страховку. Это был обычный лист А4. На компьютере, по-моему. Он распечатывал? Да, он распечатывал. Я думаю, что это вот как сейчас и будет. Поэтому этот электронный полюс, я думаю, как раз такие же люди и будут распечатывать. А американская ОСАГО, она тоже печатная, да, получается? Да, на обычном листе, а не как вот сейчас. Угу, никаких бланков, ничего не нужно, да. Да, обычная страховка. Просто, наверное, это какая-то юридическая сторона. Не каждый человек может взять себе и заполнить полюс онлайн. Слушай, ну я думаю, что американцы тоже, наверное, с мошенничеством у них тоже много их всех вещей там есть. То есть, ну, все-таки там больше доверяют законодательцы, больше доверяют, что из тебя обманут, то человек будет наказан и так далее. У нас как-то, мне кажется, не совсем. Не совсем. Там просто очень много обмана и они вообще практически никому не доверяют. То есть там все то же самое, как у нас, да? Да, небольшой опыт. Только в фильмах они там все честные и закон всегда на стороне, да? Им нужен проверенный брокер, проверенная компания, у которой есть имя. И в какой-то момент я хотел стать такой компанией в России, потому что понял, что в Америке это приносит деньги и очень хорошо это развито. Когда я приехал в Россию, я увидел, что… Даже в Москве, да? Даже в Москве это еще не развито. Например, ОСАГО, ОСАГО, КАСКО – это развито, а другие виды страхования еще нет. То есть еще тут… Собственно, ты с такой небольшой идеей тут наш российский рынок поменяет. Да, я решил стать мультипрезидентом. Мультипрезидентом. Мне казалось, один уже есть, но пусть будет два мультипрезидента. Хорошо, ну спасибо тебе за это интервью. Я надеюсь, мы с тобой еще раз встретимся, ты расскажешь больше подробно про себя, потому что твой американский опыт очень полезен. Но если мы час будем интервью, наверное, наши подписчики или телезрители, или ютуберы, они немножко заскучают. Поэтому мы обязательно с тобой еще раз встретимся. Надеюсь, ты приняешь наше приглашение приехать в Петербург и расскажешь про себя, про свое детство, что, как, зачем, почему. Согласен? Все, отлично. Обязательно. Тем более, мне очень приятно общаться с тобой. Ой, так… Ты мой наставник. Ой, так… На самом деле, началась моя карьера в автосереновании. Яростая. Хорошо, друзья, всем большое спасибо. Ставьте, пожалуйста, лайк ниже. А у тебя, кстати, сайт уже в России есть? Да, работает. Мой сайт называется госполюс.ком. Да, в общем, где-то рядом с этим видео будет ссылочка на твой сайт. Посмотрите, посмотри, чем занимаются на текущий момент Илья и Уле Ула. Ждите следующего видео. Всего доброго. Всем пока-пока. До свидания.